В Чебоксарах прошло предварительное всенародное голосование по выдвижению кандидатов на сентябрьские муниципальные выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов. Для этого столицу разделили на 21 округ. Проголосовать можно было на 106 участках. В таком формате праймерис проводится впервые. Раньше проходило внутрипартийное голосование по выдвижению кандидатов. На этот раз партия Единой России выставила кандидатуру на всеобщее обсуждение. Кто-то пришел познакомиться с будущими народными избранниками, кто-то поддержать социальный курс выбранной партии. Хотел бы проголосовать, посмотреть, как они себя проявляют, наша новая Едина Россия. Как житель Чебоксар в предварительном голосовании принял участие Михаил Игнатьев. 11 июня Госсовет Республики должен объявить о старте выборной кампании руководителя региона. Кроме того, что действующий глава Чувашии намерен принять в них участие, свою задачу он видит и в обеспечении легитимности и законности выборного процесса. Открыта все честность – свидетельство уважения кандидатов к своему электорату. А избиратели сегодня стали более активны и ответственны. Народу очень много инициативных, неравнодушных людей. Это мне нравится. Люди интересуются политикой, не только экономикой, не только вопросами жизнеобеспечения. Несмотря на то, что праймерис проводился по выдвижению кандидатуры в Чебоксарское городское собрание депутатов, многие избиратели были настроены поговорить и о выборах главы Чувашии. Игнатьев меня устраивает. Я никого другого не вижу, как Путин, а у нас. Итоги праймерис, так же как и выборов, будут подведены позднее. Но информация к размышлению уже есть. Результаты в целом неплохие. Они были ожидаемые. Но и в то же время есть результаты, которые также заслуживают внимания с учетом самого положения предварительного голосования. Так как любой желающий мог убедиться в своей популярности, в своем рейтинге, узнаваемости и желании наших жителей столицы видеть его в качестве депутата горсобрания. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.